издательство начинают там звоните и требовать давай 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 вот но это все равно это всегда для меня все-таки более близкая вещь который они не стал бы сравнивать с работой я был очень сильно расстроен для меня это был первая такая потеря когда вдруг узнал что же верно больше нет я все прочитал у меня у маленького человека тогда не хватило сознания я не быть как как нет же верно больше ну вот как вашей жизни больше нет же верно вы его есть прочитать я уже скоро пишу как 30 лет я до сих пор не нашел свой собственный стиль и не хочу вот сама это ведь смешной я и не хочу и не пытаюсь и не буду мне нравится вот путешествовать по стилям жанрам потому что мне мне в этом вот хорошо и комфорт я среди наших современников очень мало очень мало сейчас нахожу того кто мне действительно был бы понятен и интересен в этой жизни без знаете вот без вот этих вот ой вы вопрос пока понять не можете это для следующего поколения прям не хочу вот мне мне хочется сегодня и сейчас вы завтра открывайте газету там а там написано олег рой и дэн браун решили написать 5 романов совместно а к ним еще king сказал сушки я с олегом хочу вот это да вот это тогда да а все остальное у нас уже был здравствуйте мы находимся в библиотеке искусств имени боголюбова напоминаю что сегодня у нас библионочь и тема этой библионочи космос как литературная площадка мы приглашаем известных писателей поговорить о книгах о творчестве вот и сегодня наш сейчас наш гость писатель олег юрьевич рой спасибо огромное что нашли время прийти вы знаете так как тема космос тема но библионочи космос я наверное начну с такого просто странного вопроса вот скажите пожалуйста вот если была бы возможность полететь в космос вы бы хотели в космос летать или но я бы точно нет хотя но наверное бы сказать да конечно я очень бы хотел я прям стремился я всю жизнь этого но это такое самому себе сказать неправду нет скорее всего нет я считаю что каждый должен заниматься своим делом и даже вот делом которое мы там называем там полететь в космос это довольно ответственный шаг и перед своим здоровьем и перед своими годами и там масса дней должны быть подготовки и общем это это не так просто вот когда-нибудь когда у нас будет туризм вот тогда на правах туриста я уже к более комфортных условиях тогда уже наверное да тогда я бы хотел а вот сейчас в данных условиях нет вы автор просто очень большого количества и книг я бы даже сказал может быть огромного да и вот мы когда подписывали вас книгу действительно книги от очень зачитаны вот это новое да все остальные просто вот уже вот даже до неприличия скажите пожалуйста как происходит вот у вас процесс творчества вот для вас написание это работа то есть вывод как как некоторые написать вот утро на утром кто-то встает и до обеда работает или это какой-то процесс вот так вот растянутый но нет все таки для меня это абсолютно не рабочая атмосфера я никогда не чувствовал по отношению к своей литературе обязанность что вот я обязан хотя иногда конечно издательство начинают там звоните и требовать давай 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 вот но это все равно это всегда для меня все-таки более близкая вещь который они не стал бы сравнивать с работой да и все-таки какой-то ну такое внутреннее наслаждение да я люблю очень сильно люблю следить за своими героями создавать вот у нас сейчас с вами космос создавать вселенные целые вселенные создавать вокруг своих романов вокруг серий романов есть детские книги и мне это всегда очень очень нравилось поэтому и и наверное именно это легло в основу того что я никогда не работаю над одной книги вот именно это наверное послужил почему когда ты работаешь над одной книги ты понимаешь совершенно прекрасно что ты должен обязан графики глава за главой и у тебя есть некое некое обязательство перед собой а здесь ты просто-напросто погружен в некую свою собственную атмосферу которая тебе нравится именно сегодня сегодня тебе надо писать вдали от рая и и ты пишешь абсолютно мистическую вещь когда ты понимаешь что и линии на руке могут сыграть с тобой злую шутку кто бы их мог правильно разгадать и если это в этом какой-то смысл или нет вот ты вот здесь к вечеру у тебя настроение меняется по-другому дождливая погода тебе нравится какие-то более другие вещи и ты садишься и пишешь что синдром отяж его когда ты понимаешь что престарелая актрис бросает все в москве и говорит я напишу жизнь с чистого листа и не где-нибудь здесь где богема где любят где уважает где ценят а там где я родилась где корни в отяж его и встречает там совершенно другого человека это далеко совершенно вдали от рая галерея максим извини да 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 нет а вот как раз про отяж его хотел спросить просто мне очень тесно я вы не поверите я бывал отяж его вот и вообще периодически бываю в мордовии почему именно вот отяж его вот как как это получилось почему все очень просто у меня бы были несколько моих там приятели приятелей затяж его вот из мордовии и получилась ситуация что они мне несколько раз приглашали к себе и я эти три холма я все с ними облазил мне было это все интересно почему потому что но мне показалось тогда что свою героиню я могу вот переместить из москвы комфортных условий куда в более не комфортно то есть когда я выбирал между собственным городом где родился магнитогорском и понимал что многие мои герои там уже побывали у меня вдруг представилась уникальная возможность отяж его но и звучит еще такой синдром отяж его синдром провинциального города синдром той жизни который здесь совершенно никогда нет синдром совершенно других отношениях построенных на абсолютно других базовых позиций когда вы начинали вообще писать вот были ли кто-то из великих писателей из классиков ну вот кто для вас был ну каким-то ну скажем так камертоном да не то что на кого-то вот ориентировались да ну вот по стилю по вообще по подходу вот кто кто-то был я думаю что нет скорее всего нет но я с раннего детства был мальчиком очень увлеченным в чтение чтением вот мне повезло на библиотекаря на нашего школьного библиотекаря вот не узнаешь чем уж я и понравился но она почему-то во мне увидела своего самого лучшего мальчика кто может приходить и читать особенно в читальном зале почему потому что многие книги с читального зала выносить нельзя было их надо было читать там то есть на на дом давались определенные книги а вот фенимора купера ты не мог взять надо было вычитать читальном зале вот был у них был такой шкаф у нее был собственный ключик она его открывала доставала фенимора купера последний из магика нагрев читай и я через вот это познал и фенимора купера и я понимал я понял что такое канон дойль я был очень сильно расстроен для меня это был первая такая потеря когда я вдруг узнал что жюль верно больше нет я все прочитал у меня у маленького человека тогда не хватило сознания я не как как нет жюль верно больше ну ну как вашей жизни больше нет жюль верно вы его есть прочитали и для меня это было прям таким очень плохим для меня ну там открытием она мне открывала следующего там вальтер скотта типа не переживай да вот не переживай и она же для меня тогда открыла нашего фантаста беляев да и глава профессора дуэли звезда к человек амфибия и я очень много читал поэтому для меня не было одного для меня была какая-то совокупность многих авторов и многих стилей почему я наверное сейчас продолжаю вот я уже скоро пишу как 30 лет я до сих пор не нашел свой собственный стиль и не хочу вот сама это ведь смешной я и не хочу и не пытаюсь и не буду мне нравится вот путешествует по стилям жанрам потому что мне мне в этом вот хорошо и комфортно а вот сейчас модно такое понятие культурный код мы говорим все время да вот это мой культурный код вот как бы вы вообще определили какие вот просто какие имена вот вообще в литературе в искусстве вот сопровождают вас течение вашей жизни что вы могли бы сказать ну вот буквально там несколько минут чтобы понять вот что они вам вот они вам близки по как-то вот по мироощущению вот кто составляет как бы вы определили но я бы не стал на кого-то вот знаете мне больше всего сейчас последнее время когда начинаем говорить культурный код и ищем его в литературе или ищем его в искусстве в культуре меня начинает чуть-чуть это волновать почему потому что я для себя никогда не делал вот каких-то прям вот базы на каком-то одном имени или нескольких ими и имен для меня все-таки культурный код в них в другом абсолютно в том что у меня есть возможность читать смотреть довольно большое количество авторов и не российского толка как так уж получилось я среди наших современников очень мало очень мало сейчас нахожу того кто мне действительно был бы понятен и интересен в этой жизни без знаете вот без вот этих вот ой вы вопрос пока понять не можете это для следующего поколения прям не хочу вот мне мне хочется сегодня и сейчас да поэтому для меня не является культурный код который закрыт или сокрыт сегодня в литературе современных современных писателей также как и в культуре я скорее всего более разочарован чем очарован я такой разочарованный стране который путешествует по последним годам нашей культурной жизни и чем дальше тем больше разочарования как ни странно и это разочарование ежедневно то есть это вот это не связано с моим культурным кодом это связано с моим немножко вот просто прям наоборот абсолютно культурный код в другом для меня знаете многие ваши книги экранизованы и вот скажите для вас как для автора насколько важно что человек прочитал именно книгу или он посмотрел фильм по книге ну и важно и неважно да ну вот барселонская галерея роман который экранизировали и для меня не важно посмотрел ли человек роман к ней сериал или прочитал роман это все равно разные вещи почему потому что когда ваш роман забирают для экранизации это уже будет не ваша вещь как бы вы об этом не мечтали пять раз будут над ним издеваться первый раз когда его от корки до корки прочитать какой-нибудь продюсер и скажет слушайте неплохая вещь интересная мысль давай-ка мы его снимем потом он берет сценарист и сценарист первый раз издевается над вашим романом что он берет ваш роман и говорит ройта пишет так себе но я щас напишу такой сценарий будет просто бомбически просто и он его пишет адаптирует дальше режиссер он берет сценарий и говорит вот эту книгу я конечно не читал толстая зачем вот сценарий 120 страниц сценарий так себе если честно ну продюсеры захотели именно этого и не сценариста ничего страшно я щас напишу режиссерский сценарий это будет прям вообще все дальше приходят актеры которые без уж книгу я не читал сценарист не очень режиссер так себе но я щас сыграю вот так что просто это будет нереально а дальше в темной комнате сидят ребят как сейчас за камерой и у них 34 часа съемочного процесса и надо полтора часа нарезать и они нарезают и потом я прихожу кинотеатр смотрю думал что это такое что мои это как-то да чуть-чуть вот так по касательной поэтому нет коль уж вам важна ваша литература то нет ничего лучше и главнее чем сама книга ты о ней можешь говорить часами в этом случае для меня есть книга есть аудио книга все остальное это такое слабая составляющая твоей мысли которая здесь и который к сожалению нет в других жанрах а вот знаете вот такая провокационная мысль вот и большому счету романы появились в основном расцвет романов на это 19 век как средство занять себя культурным людям вот когда да мы помимо не было ни телевизора день не кино вот сегодня до такого высокого качества да мы видим и сериалы и фильмы вот нет вот с вашей точки зрения вообще такой вот угрозы что по большому счету романы вот обречены их просто заменят сериалы ну вот как например диккенса да мы берем зачем там чек скажите мне читать диккенса когда я посмотрю прекрасную его экранизацию там bbc например в этом есть и был бы резон если бы не мои много многочасовые беседы с разными совершенно продюсерами разных мировых студий которые говорят дословно следующее что на сегодняшний день контента очень мало хороших историй прям совсем нет потрясающих сценарий которые были бы не основаны на литературном труде вот просто там по пальцам пересчитать и они сейчас говорят следующее что в ближайшие годы будет дико востребовано именно книги именно литературные труды в которых ты понимаешь всю опять же к звездам всю вселенную этого романа не 120 страниц сценария где половина диалогов монологов так перепутанные и все лишь решение визуальным рядом и ты реально иногда посмотришь и не понимаешь супруга недавно смотрели несколько последних прям новинок известных режиссеров и ты не понимаешь что он хотел сказать нет а вот была бы литература и ты бы перед этим ее прочитал ты многое бы наверное мог для себя понять скал да да вот это вот было дополнением визуальным к тому что я прочитал и буквально вот на днях мы встречались с такими с большими продюсерами больших каналов которые говорят что сейчас будет новая совершенно эра на востребованность именно литературных трудов потому что это действительно такая большая база для и сериалов и полных метров и вообще любой любой истории именно вот в романе вот как получилось что вы все-таки начали именно писать потому что вы же и сценарист и продюсер и то есть кино же вам тоже близко вот был были какие-то вот сам вот вообще сомнения почему вот вы никогда 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 не было никаких сомнений сценарист и продюсер это уже такая волю такая воля судьбы да когда тебе просто был дан шанс и ты мог просто монетизировать знаете сейчас модные слова и пиа и монетизация меня вот и был вопрос кто будет писать сценарий я долго смотрел на данного в одном из проекте поработав зои кудри со сценаристами я просто понял как она пишет как она работает вот этот драйв на площадке драйв внутри каждой страницы и однажды когда я прочитал сценарий на свою книгу я просто понял что но более скучной модели сценарий я никогда в жизни не читал и я решил его просто поправить причем я его поправил тотально так что сценарист был я никогда так хорошо не писал мне ему хотел сказать конечно так хорошо никогда не писал потому что это я написал да но тем не менее и впоследствии несколько вещей стал писать сам а уж когда стал снимать детские истории свои тогда там вообще все стало абсолютно понятно мне было для многих своих сериалов приятно писать самому сценарий на мультфильм я уверен что огромное количество молодых писателей кто начинает свой путь литературе очень интересен опыт вот мы говорим что есть такое понятие да вот даже социальный лифт для молодых писателей ну вот раньше да в советское время это был союз писателей сср попав который вот в принципе дач писатель попадал в касту и ну если он ничего не выкидывал чего-то особенного принципе не все было дальше как-то более-менее ровно и хорошо вот должен ли быть вообще какой-то социальный лифт это помощь от государства или вот здесь есть две противоположные позиции например вот веллер михаил веллер нам сказал да что вот как сорняк бросьте молодого писателя если он талантлив он пробьется противоположные концепции что государство должно как-то помогать нужен ли такой социальный лифт и какой вот все таки вот вот какой путь в литературу но надо сразу сказать что мой путь в литературу тогда он был совершенно отличный от того что происходит сегодня сегодня намного и намного сложнее пробиться почему потому что этого стало много сегодня стали огромное количество людей которые никогда не связаны с литературы во благо собственного я начали писать это и блогеры и всякие ведущие и актеры и жены олигархов и просто любят прям много людей стало вдруг писать причем у нас инфо цыганство тут знаете когда там нон-фикшн расцветает там вот у нас и хироманты уже начали писать и о хорошем и здоровом питании они уже даже полезли в художественную литературу потому что понимать что там уже как бы переполнен рынок и вот сейчас это действительно довольно сложно начать писать я согласен что в то в то время можно было бросить автора такого как олег там условно рой и ну понимать для себя что он выплавить но чтобы выплавить чтобы хорошо плавать надо хорошо во первых писать во вторых иметь хорошее издательство кто в тебя поверит в третьих иметь хорошего агента кто тебя будет толкать ежедневно толкать в четвертых правильно уметь презентовать свою книгу ежечасно не ежедневно а ежечасно и этим надо было заниматься вот и только тогда ты мог куда-то там пробиться но если вы соберете все эти составляющие это отнюдь не бросить его а он как сорняк ничего подобного не было тогда таких сорняков за каждым известным писателем кто-то стоял и за выдающимся писателем который был вами озвучен тоже стояли люди и издательские дома стояли и стояли люди которые говорили за и которые говорили против это был того времени хайп на котором имени имя росло и многие под этот под эти скандальные истории брали книгу потому что ну как бы имя гремело и не дочитывали до конца 10 страниц не понимали но это вот так работало да работало мы я знаю некоторых актер авторов которых даже там и в наше время уже там сжигали на возле там большого театра тогда и мы же понимали что это акции не тех кто не любит писать это акции самих писателей которые и это тоже рекламные площадки в которых по-разному работают сейчас просто есть более другие рекламные площадки сейчас есть там всякие тик токи когда можно там как короткие какие-то версии подкасты делать да сейчас есть там дзен сейчас есть инстаграм сейчас есть вконтакте и море этих сетей когда ты можешь брать и выкладывать свои мини-эссе мини рассказы ты можешь разговаривать и напрямую общаться со своим читателем можешь уже понимать нужна ли твоя литература или нет в этом отношении стало проще и выход книги может быть сейчас проще потому что сейчас включились такие удивительные вещи как электронная книга ты можешь сдать тебе ее напечатали бы только была им вообще там лишь был пух их портфель а вот и вторая есть история это сам издат бери деньги сдавай также на полку пожалуйста но дело в том что когда ты сейчас приходишь в магазин вся прикасовая зона и все остальное забиты еще так называемыми новым вот новое такое слово пошло нужно где-то уже десять лет присутствует может чуть поменьше такие знаете литературные проект проекты когда ты прям понимаешь что издательский дом какой-то просто берет и финансово поднимает того или иного автора на несколько лет и создает прям такое огромное впечатление и по нему сразу начинает снимать какие-то там сериалы все 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 читаешь книгу пустота но абсолютная да многие потом начинают готовы с историей плохо тут это плохо там плохо как правило эти проекты дружатся через пять-десять лет их уже нет их много было вы вот прям на моей памяти слушайте если сесть бумагой сотни проект таких имен которые начнешь называть вам скажу да точно ведь а на самом деле это были проекты за которыми иногда были авторы сами и не знающие о том что же пишет от его имени главное чтобы он был перед камерой главное с ним поговорить главное чтобы он мог харизматично это представлять а там прям у меня позавчера простите прям позавчера был интересный такой диалог с одной роскошной совершенно женщины в годах роскошных женщин в годах все она мне значит позвонила говорит олег и еще очень хочется с вами встретиться я хочу книгу написать я и говорю зачем же уж вам тоже но я вас знаю но вы-то куда ну но как бы она говорит я чувствую пришло время чувствую пришло время я говорю а я вам зачем совет дать я говорю я я не дам хороший совет нет а вы мне за меня ее напишите так все таки у вас время пришло книгу написать или вы хотите чтобы я за вас и и написал так я не напишу ваши мысли ну то есть и вот такого же не 50 процентов такого 95 процентов и и вот это страшно а вы вообще современную литературу читаете вот кого-то из там коллег из наших современных писателей ну кого-то кого-то читаю до кого-то почитываю кого-то просто перелистываю для того чтобы просто посмотреть какие тренды сейчас да или посмотреть как насколько это жанрово было интересно когда ты это начинал делать когда это бросил а кто-то сейчас это подхватил и и носится с этим как с другом дурной из голову вот поэтому обязательно читаю обязательно смотрю так же как и меня наверное кто-то почитывает кому-то нравится кому-то нет но вот сказать что я прямо охочусь за каким-то современным современником из россии нет с кем-нибудь вы хотели были готовы были бы с авторстве написать книгу наверно наверно готов не знаю навряд ли наверно во первых с теми с кем я наверно да нет нет даже у них нет времени у меня нет времени мысли по-разному соткан и жанры другие все все по-другому это стало это стало уже немножко это стало вот это стали это это уже проект проекты 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 самого себя проекты собственной литературы собственно опять же вот мы про начали там собственных вселенных невозможно ворваться в потрясающую там вселенную Марининой со своими детективными историями. Почему? Потому что она взрослее, она интереснее. Она уже жив... Или Фондорина. Ну, зачем ему это? Или там Устинова, Улицкая. Им уже никто не нужен. Они славны тем, что они есть. У них есть свой стиль. Добавить вот в это потрясающе совершенно блюдо каких-то своих ингредиентов? Да зачем? Ну, ради чего? Вот просто я вот так рассуждаю. А брать молодого набор? Ну, тогда тоже. А зачем я время буду тратить? Хочется свое делать. И вот уже подходишь, вроде хочется на ваш вопрос ответить. Да, конечно, хочу. Вот прям список. У меня тут в кармане случайно был. Дэн Браун, к примеру. Вот если бы вот это, да. Вы мне говорите, а с кем бы хотелось? А с Дэн Брауном хотел бы. Организуйте, напишем. Сумасшествие. Ему это не надо. Ну и что? Мне-то надо. Смотрите, в России там. Вы завтра открывайте газету там. А там написано, Олег Рой и Дэн Браун решили написать пять романов совместно. А к ним еще Кинг сказал, слушайте, и я с Олегом хочу. Вот это да. Вот это тогда да. А все остальное у нас уже было. Главное, мы дружим с писателями. Вот я, я, наверное, один из немногих там авторов, которые дружат очень много со своими собратьями по цеху. И вот это хорошо. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что мы находимся в библиотеке искусств имени Боголюбова. Сегодня у нас Библионочь. И нашим гостем был писатель Олег Рой. Спасибо.